Вот перед вами конкретный пример, где в данном месте ширина тротуара составляет 2 метра 30 сантиметров. В том проекте было заложено 2 метра. 2 метра тротуара, вот смотрите, пожалуйста, это можно идти просто с девушкой за ручку, и никто не должен тебе идти навстречу. Поэтому это проблема, то есть иметь такую широкую улицу с возможностью расширить тротуары. Мы сузили, в предыдущем проекте движение было всего 2 полосы. Это говорит о том, что поломался троллейбус где-нибудь перед школой, или кто-то заглох, и после него организовалась пробка на 100-200 метров. Сегодня, когда мы все это пересмотрели, и принято решение, что будут внесены изменения в проект, а именно, будет трехполосное движение транспорта, то есть одна полоса у нас всегда остается на случай, не дай бог, ДТП, поломки какого-то автомобиля. И то, что расширили тротуар с двух метров до трех, плюс один метр для велосипедной дорожки, понимаете, 4 метра, это представьте себе, что вот увеличится почти в два раза этот тротуар, который вы сейчас видите. То есть это будет комфорт и для пешеходов, и для велосипедистов, потому что мы обещали пельчанам, что когда будет капитальный ремонт дорог в городе, мы сразу будем закладывать проект велосипедную дорожку. То же самое нас ждет по улице Дечебал, например, да, где мы планируем в этом году за счет Дром-Урбуни, плюс за счет денег из муниципального бюджета мы хотим сделать от лицея Михаила Минеску до выезда с города. Если речь идет, мне тоже я слышал предложение, что вот, давайте, Дром-Урбуни предложили под это, мы меняем все полотно, где мне предложили тоже среднего качества. Я говорю, послушайте, если делается с нуля дорога, то ее нужно делать так, чтобы она проставила много лет. Говорят, ну вот у нас есть вариант эконом, это то, что вы видели по километру дорог от кладбища до церкви по селам. Есть средний вариант, я говорю, как можно средний вариант укладывать улица Дечебал, это одна из ключевых артерий в нашем городе, по которой здесь не только обличание, а еще весь север Молдавии. И ее нужно делать сразу, и самое главное, чтобы вы понимали, я вот посмотрел, как делают другие приморители, у них средний пакет стоит 484 ле в квадратный метр, а премиум стоит 530 ле, то есть на 40 ле больше квадратный метр, но это будет совсем другое качество полотна. Что у нас получилось на улице Лесичка? Я в прошлом году ее принимала, работы начались до меня. Вот если вы пройдете по ней, увидите, что тротуар был полтора метра, зато оставили клумбу между проезжей частью и тротуаром, а эта клумба это вечно болото, то есть убрали эти клумбы и расширили тротуар до двух метров, но на самом деле это очень мало. Для таких, это же не частный сектор, был бы частный сектор, два метра было бы шикарно, но когда вокруг только многоэтажные дома от пяти этажей и выше, меньше трех метров, плюс четырех, поэтому с учетом этих изменений, с учетом вот этой красоты в виде вот этих столбов, которые вы видите, значит будут заменены на оцинкованные, значит будет освещение, современное освещение для тротуаров, для пешеходов, потому что у нас в городе две проблемы, первый на тротуаре можно сломать ногу из-за того, в каком он состоянии находится, а второй, если он даже хороший, как бы нет освещения, значит плюс было принято решение, есть очень много старых деревьев, где я понимаю, что очень часто жители города болезненно реагируют на вырубку, но если вы видите эти ивушки, которым там по 40-50 лет, и эта ивушка при каком-то дожде, потом обледенении, либо она упадет на автомобили, а мы планируем новые парковки, да, там ходят дети, ну то есть, если уже брать, ну в моем понимании что-то делать, то нужно делать все, это значит и новое озеленение, и новые столбы, вы видели там чуть выше, напротив школы, стоит магазин с остановкой общественного транспорта, я обязательно в ближайшие дни посмотрю в глаза владельцу этого магазина, потому что, ну он не следит даже со своим магазином, хотя, когда при Марии, это принцип начали 20 лет назад, экономическим агентам разрешали строительство магазином, под видом реконструкции обстановки общественного транспорта, и смотрите, к чему это все привело, что сегодня город остался без остановки, он себе там какой-то бомжатник придумал, главное, что полный магазин водки, коньяка, я увидел там все виды украинской водки, русской, молдавской и так далее, и это все напротив школы, и это то, о чем я говорил с комиссаром города, что мы создадим совместную группу в ближайшее время, у нас есть магазины также, которые не имеют права продавать сигареты, и все как-то тихонечко сидели за счет друзей, кумовей, начальников и так далее, поэтому будут очень жесткие меры, поэтому касаемо вашего вопроса, я считаю, что в том виде, как мы сегодня с коллегами приняли решение расширить проезжую часть, получается мы же сегодня на 35% увеличили проезжую часть, на 35% увеличили тротуар, приняли решение по новому освещению вырубки деревьев, и да, на месте их, естественно, если мы вырубаем дерево, нужно посадить что-то, но сегодня уже есть в мире другие виды растений, с маленькой корневой системой, потому что оставлять те деревья, помимо того, что упадет, основная проблема, вы видите на улице Штефан-Чалмаре, там практически нужно все вырубить, потому что мы меняем тротуар, и эта корневая система начинает поднимать и тротуар, и проезжую часть, и тогда мы в городе ничего никогда не сделаем, поэтому нужно принимать решение, объяснять людям, что, ребята, это может быть только так. А вот пришел господин Бижан, сейчас вот как раз с ним... А если говорить о ремонте каких еще улиц идет разговор, то есть есть... Ну и смотрите, значит, у нас из ключевых артерий, это вот улица Конева, До Гаи? До Гаи? Нет, улица Конева мы делаем до Александру Челбун, значит, мы должны закончить улицу Александру Челбун и уйти вниз по Болгарской, мы должны добавить порядка, в Дру Мурбуни мы должны добавить порядка 10 миллионов лей, чтобы сделать улицу Дечебал в хорошем качестве от лицея Менеску до выезда с города, потому что вот эти... Почему мы начали говорить о кредите? Во-первых, мы за 5 лет не брали ни одного кредита, мы только выплачивали кредиты, которые были взяты за нас в течение последних 10-15 лет, и нам нужны эти кредиты для чего? Для того, чтобы больше не делать по кускам, так как это делалось раньше. То есть если Дру Мурбуни выделять только до троллейбусного депо, и представьте себе, люди заезжают в город, едут километр по ужасной дороге, потом едут опять полтора-два километра похороше, потом опять по ужасной. Поэтому за счет этих кредитных средств мы хотим добить вот эти ключевые артерии, и как я обещал бельчанам в прошлом году, мы не должны забывать ни про новые бельцы, ни про десятый квартал, ни про шестой. То есть когда мы сейчас будем готовить концепцию по тротуарам, она у нас изменилась из-за того, что мы же пошли навстречу, мы там аннулируем аренду всем экономическим агентам на период коронавируса. Значит, за последние месяцы у нас будут серьезные недопоступления в местный бюджет за счет того, что не работали рынки. И плюс я выходил с инициативой, чтобы людям аннулировать за эти два месяца и охрану, и все виды сборов и так далее. То есть местный бюджет недополучит очень большие деньги. Мы хотим сейчас оценить полностью наши возможности касаемо финансов на этот год, для того, чтобы выйти и сказать людям, так, мы делаем несколько километров тротуаров на Шестом, на Новых Бельцах, это мы делаем на Северном вокзале, для того, чтобы мы не концентрировались только в одном микрорайоне. Да, на БАМе это основной проект, потому что здесь будет меняться все. И плюс, если мы говорим о беспроводных троллейбусах, то для них нужно создать условия, а не то, что вы видите.